Добрый день, меня зовут Бетюнская Алена, ученица 8 класса. Тема работы «Самообразование в жизни Ильи Егоровича Накурова. Цель работы – исследовать пути самообразования в жизни выдающегося государственного и политического деятеля Якутии Ильи Егоровича Накурова. Доказательства, полагающиеся роль самообразования в его жизни. Актуальность. Илья Егорович Накуров, выдающийся государственной и политической деятели Якутии, с именем которого связаны судьбоносные события в истории Якутии в 40-50-х годах XX века. В 2021 году ему исполнилось 125 лет. Своим знаниям он обязан исключительно самоподготовке и самообразованию. Эти слова известного ученого-историка Алексеева Накурова подтверждают мысль о том, что только благодаря самообразованию человек может достигнуть многого. Соня Кускова-Бадракас с четвергодичным начальным образованием стал руководителем республики в годы Великой Отечественной войны. Защитил свой народ от голодной смерти. Он был человеком глубоких научных познаний, широким кругозором и родицей. И всего этого Якура добился путем самообразования. Гипотеза. Какими были пути самообразования Ильи Горщина-Курова? Какие факторы и события повлияют на саморазвитие выдающейся личности? Методы исследования. Для проверки гипотезы мы пользовались общенаучным методом. Анализ литературы по проблеме исследования, изучение автобиографии, личных документов, обобщение и систематизация теоретических данных. В каждом периоде в жизни Ильи Горщина-Курова можно выделить события и факторы, которые повлияют на самообразование Ильи Горщина-Курова. Мы рассматриваем пути самообразования этого выдающегося человека по жизненным периодам. Первый период – это период обучения в народческом училище. Второй период – период юнишества. Это годы батрачества богатеев. Третий период – годы скитания на севере. Четвертый период – период становления борца за советскую власть. Пятый период – это период становления Ильи Горщина-Курова как талантливого руководителя. 6-й период. Эти годы войны, когда Илья Егорович Винокуров упорным трудом, мышечным характером, мудрыми решениями и жилые годы войны завоевал непреклонный авторитет у якутского народа. Заключение. Основываясь на личных документах Винокурова, воспоминаниях его самовременников, на работах видного ученого Алексеева, мы пришли к следующему выводу. На формированные мировоззрения подростка оказали люди, с которыми он стерелся в начале жизненного пути. Это было его училище в Нароческом училище и сильный русский Павел Крайченко. В юношеские годы в период революционных событий гражданской войны одноклассники получили еще наставили Винокурова на сторону советской власти. Илья Егорович Винокуров обладал мужественным, твердым, настойчивым характером. С детства привык к тяжелой физической работе. Эти качества характера несомненно помогли преодолеть трудности. Обучение на партийных курсах, чтение специализированной литературы, сочинение русских классиков сделали Винокурова человеком со средним образованием. Будучи председателем учебного совета ЕССР, Винокуров владел глубоким научными познаниями по промышленности, полезным ископаемым, был знаком со многими известными учеными. Все это свидетельствует о том, что Илья Егорович Винокуров был человек с высокообразованной, яркой представитель литературской интеллигенции. Илья Егорович Винокурова